Вмечает Юрий Сергеевич Это, в общем, мало используется в настоящем времени та классика, которая характеризовалась и отрицательным опытом, и положительным то есть в память горя и отчаяния тех, кто пытался изогрызти вечный вид и вот, собственно, это основа Вот метод на основе опыта человечества по существу и поэтому это опосредованный эксперимент характер, результат, и можно получить новые знания первая статья, вы видите, открытый доступ много страниц большой интерес, но из-за рубежа, из России особого интереса я не чувствую это вот первая первая ссылка и на основании этого я да, многие вопросы, которые я здесь ставлю про голову по Европам, так сказать, придется потому что, если кто заинтересуется то, во-первых, у меня стенд сегодня во-вторых это детально описано и можно комментарии и, так сказать, дискуссию, например, в журнале после конференции ну вот я привожу вторую статью вторую, которая в печати в Петербурге докладывалась это уже вам толковать очень близко стиловер эффект и интеркаляция твердого водорода в графитовые графитовые маноболонки ну это, так сказать, вообще, как вы понимаете сверх дискуссионная проблема но я обращаю внимание что вас может заинтересовать здесь ну, с одной стороны здесь образование и интеркаляция твердого водорода причем который вполне выходит быстро то есть вот то, что называют требуемое выключение во-вторых, там получается по моему мнению пачки графана нано-пачки графана а что с ним делать вы хорошо знаете поскольку вы работаете с нано-пачками окислов графитов поэтому с одной стороны я вот это обращу ваше внимание и предложу так сказать совместные работы с другой стороны мне хотелось вместе с вами обсудить проявления здесь спиловер-эффекта аномально большое проявление и обсудить все-таки что же это такое спиловер-эффект если тут термодинамические аспекты или только кинетические вот собственно опять я со своей колокольни хочу с вами это по-другому рассмотреть ну в общем это десяток больше десяти работ с шестого пятнадцатого года поэтому я обращаю внимание что это уже многолетний результат результат так вот я хочу сначала с вами рассмотреть какие представляются здесь открытые вопросы но обсудить потом только вот буквально в основном несколько из них о чем я говорил только что а остальные вот оставить на дальнейшее обсуждение ну вот не в обиду быть сказано теоретикам которые здесь выступали прекраснейшим образом возможно и необходимо мнению термодинамическая поверхность поверхность теоретических ну и экспериментальных тоже характеристик графана ну например работа с СОФО не выдерживает такой поверхности это все описано и можно обсудить если будет интерес но это не сейчас второе вот образование графен графановых приповедностных наноблистеров заполненных молекулярным водородом высокой плотности и причем здесь самопроизвольное сжатие до одного килобарра то есть до тысячи атмосфер а исходное состояние атомарный водород при 10-4 паскале то есть 10-9 бар то есть 12 порядков компрессии на поверхности вспучивание на поверхности пиролитического графита я сейчас все это покажу или эпитексиального графана в этой же среди локальная проницаемость слоя графена или графина графина для атомарного водорода это проблема который ну в последнее время вот и команда гейма и команда новоселова например занимаются в связи с первым вопросом открытом обращаем внимание вот что в работе гейма и новоселова известные самые ставится вот вопрос что вообще-то то что они получили экспериментальный графан по мнению а с теоретическим не очень хорошее соответствие это они ставят и что до сих пор это так сказать ну вот вы читайте антимнау для ряде калматы к вопросу 3 локальное проницаемость слоя для тамарного водорода в той же работе например написано что графен непроницаемость а нет не в той работе а уже совсем последней я извините 14-го года что должны быть миллиарды лет чтобы атом водорода проникал через совершенно бездесертный графен а получается что он проникает но через дефекты границы зерен вакансии особенно по моему тройные узлы дальше он маляризуется то есть огромный выигрыш энергии поэтому вот получается захваченный молекулярный водород с огромной избыточной свободной энергией за счет которой получается вот эта самокомпрессия много порядков четвертый пятый энергия активации диффузии между слоями в геолитическом графике обращаю ваше внимание 2,5 вольта это тоже с энергией разрывы совпадает графами я задавал вопросы профессору вот там эти же а теоретики это не рассматривают не занимаются то есть видите какие элементы возможностей и какая огромная связь водорода причем обращаешь внимание молекулярный водород там не проходит хотя только диссоциативное распорение и диффузия водорода между этим слоями а вот между графеновым слоем и подложкой вот там совсем другое дело там спокойно проходит молекулярный водород то есть по существу подложь это эпотексиальный в этом плане он близок к мембранному свободно подвешенному и а энергия активации диффузии очень маленькая и это все можно объяснить физически то есть вот такие совершенно новые моменты которые мало кто рассматривает она обращает внимание в работе новоселова написано что в случае графена когда он рассматривает биграфен биграфан вот считает что диффузия вдоль графена это пренеближимо мало но ссылается на работу а на самом деле 0,5 электрон вольт идет очень хорошо так что открытый вопрос пока до сих пор хотя сейчас вода проникает между этими подложками это о чем тут говорим ну вот собственно и о нем уже начал говорить самопроизвольное аномальное сжатие вплоть до твердого состояния но дело в том что здесь получаются пачки графана о чем я говорил между ними твердый молекулярный водород вот такая фантастика ну вообще-то это все уникальное проявление ну так пишут вам на руке это работа как мистификация и так далее уникальное проявление при этом спиллогер эффекта спиллогер эффекта я вот на этом хотелось ли время позволить остановиться если нет то около стыни сколько у меня осталось минут потому что сколько 4 4 тогда разрешите вот проскочить показать что анализируется это всем известно это известные результаты это также известные результаты также анализ кармодинамический вот вот эти так сказать блистеры о которых вы говорили на графене я я отвечаю вы спрашиваете это какие здесь модели работают процессы которые количественно можно все описать вот эти результаты получаются из анализа тех данных все это описано вот в работе один открытый доступ вот эти результаты заключение заключение также описано мне кажется весьма интересные для многих еще другие заключения там же это тоже анализируется вот насчет близко анализ известный результатом здесь также близко здесь вот интеркаляция водорода рассмотрена рассмотрена между в этой промежуточной зонике извините я отхожу слышно наверное у меня или около слышно слышно вот посмотрите кстати вот вот слой почему образовался за счет чего энергетику никто там не рассматривает только за счет единственная энергетика это ассоциация энергия ассоциация атомарного атомарного те же работа есть на медиа я вот отвечал причем там показано что идет образуется слой второй графена обратимым образом в зависимости от парциального давления цех 4 а давление там очень низко 10 минус 8 пасхаль но тем не менее газовая фанта вот наиболее яркие эти результаты из санкт-петербурга ну и в других странах так сказать такие же результаты получаются ну и такие детали вот картинка собственно из атомарного водорода что может получиться самоком компрессия молекулярного водорода вот в таких графеновых блистерах они все из предыдущего эксперимента но не в масштабе нарисованы дальше это описывается в термодинамических терминах так же как например мыльные пузыри лапласовское давление или то что вы шарики пускаете в небо надуваете вот там вот это ближе вот тоже термоупругая равновесие термодинамически описано и получается что может долго не лопнуть но когда прибором прикасается к этим самым блистерам они на глазах лопаются так же как если вы проткнуть может или пузырь или шарик все так сказать полная аналогия но уже в термодинамическом плане модули юнга терра паскаре как вы знаете и остановлюсь все таки на то что вот только что совершенно свежие получены результаты в англии в университете они меня вот приглашает профессор мэй что у нас в одиннадцатом я читал у них приглашенный доклад на шелка из водород шелка из водород там был и вот я тогда на эту тему читал доклад поэтому они мне прислали еще не опубликованную статью прислали по старой как говорится память самокомпрессия правда энергетику я опять не рассматриваю а вот то о чем я говорил вот здесь черные слои по моему мнению очень так сказать основание это пачки графа а вот между ними был интеркалированный твердый водород который когда вы снимаете внешнее давление там 100 атмосфер или молекулярного водорода уходит за пять минут то есть он достаточно обратимый но вот здесь в полной мере проявляется спиловер-эффект это вот уже не из атомарного водорода а здесь надо рассматривать через катализаторы только то есть в молекулярном водороде из которого здесь гидрирование идёт в 100 атмосфер как бы имеется парциальное давление очень маленькое атомарного водорода или собственно я могу рассмотреть в той же рамках термодинамики что здесь происходит и каким образом может осуществляться и какой спиловер-эффект все спасибо 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 спасибо